здравствуйте дорогие друзья я на своей кухне и предлагаю вам сегодня тему разговора кухонного разговор наверное чисто женский будет про экономию с чем это связано износилась у меня на кухне шторка прям до дыр ну в общем то пора наверное было ей износиться я все думал что она уже когда начну так сказать немножечко приходить негодность у меня одну купить на одну купить так не покупала но ведь мы женщина как вот ну вот надо поменять уходит и тресни а сейчас тут всякое это праздники были запреты на выход а мне вот надо поменять и все ну и что взяла я и сшила эту шторку сама нашла тюрку который лежал в запасниках отрезал от старой шторки кружево вот эту верхнюю штучку распорола все сшила но маленечку вешать сшила вот сейчас я вам покажу эту шторку и что-то получилось нормально для кухни пойдет и вот пока я ее шила сижу и думаю экономлю ведь вот покупать не надо сколько это рублей сэкономила смешно сказать но тем не менее как то вот я подумала лет то мне уже не 17 как говорится а 17 половины четыре раза анализирую и думаю вот всю жизнь прожила и всю жизнь я чё-то тут где-то пыталась что-то выкроить а еще когда шить довязать умеешь наказать так все время хочется что-то сделать самой и думаю что что-то сделал что-то там и вроде сэкономил для семьи а жизнь как бы ну них не хочу сказать что подходит концу но тем не менее я своего возраста нисколько не стыжусь я им горжусь вспомнила я такой случай я вам сейчас кратенько расскажу работала с одной женщиной тоже звали не на и вот она умерла у нее свекровь они переехали к свекру жить и стали там обустраиваться в дом но уже на постоянное место жительства свое жилье оставили дети и вот она говорит я когда стала перебирать вещи свекру не разрешал убирать трогать и выбрасывать раздавать вещи своей бывшей жены но и говорит было столько много женщина была при должности вещи были хорошие дорогие но я имею ввиду насильные вещи вот тряпочки наши женские всякие там кофточки платьишки партишки а она сама шьет эта женщина не ну и вот у нас тема как раз такая вот швейная экономная завелась но говорит но их так много это там шифонера комода какие-то тумбочки все это забит этими вещами но естественно их нужно освобождать а свекра не разрешает и вот она рассказывает говорит вот он спать ляжет я возьму какую-то часть вещей посмотрю что там если что-то можно перешить отложу то что уже негодная значит вынесу во двор и сожгу и вот она говорит сижу жгу и думаю у меня дочерей нет мол два сына только вот я умру кому эти мои тряпки будут нужны и говорит для себя решила что после меня должно остаться минимум вещей чтоб никто не думал куда шить их куда эти вещи деть вот такая вот как бы грустная история но тем не менее на такая в общем-то житейской да и она касается всех кто знает когда человек умирает после него остается много вещей и куда-то их нужно деть а мы ведь всю жизнь экономим вот посмотрите я не знаю как кто меня будет смотреть может быть сейчас уже как бы все это изменилось но вот мы-то ведь жизнь как проживали нас были вещи для дома для работы на выхода такие праздничные но у меня были тоже там праздничные вещи я могла в этих вещах не на один праздник сходить так сказать как то вот когда я работала инженер техническим работником как то там особо но не заморачивались насчет этого но был в моей жизни период когда я работал так сказать в системе педагогики в колледже ну так тоже были праздники но там коллектив был в основном женский нет мужчин тоже были подаватели но в основном женщина как и во всех учебных заведений кроме военных но и технических еще там тоже мужчин бывает много это я к чему ну да так вот там эти женщины они старались каждому празднику значит какие-то там новые наряды покупать а у меня в общем-то этого в привычки не было но собираются они там праздничек между собой чек собираются и вот значит на рядах там выходят наряжаются вы знаете а дурной пример заразительный я думаю шиш я хуже всех что ли и я тоже стала подтягиваться тоже какие-то там тряпочки себе покупать набралось этих тряпочек снимать мужчин а сейчас уже сижу на пенсии ну куда вот в них дом то что вот штанишки ковтюшечка какая-то и бегаешь тут с огорода домой и так далее перебирала вот тут вещи в зиме то убирала кучу летнюю думаю боже мой сколько барахла набралось барахла заметьте потому что в огороде да ну в чем там ходишь ну что попроще что поудобнее в общем-то а на выход так одежда и висит а куда выходить сгадаем все меньше и меньше пунктов выхода почему-то а тут вот когда уже нас закрыли и закрывают периодически с этой пандемии к совсем уже почти никуда не выходишь верхнюю одежду раз-два-три оденешь а уж на выход то что было нарядное так наверное провисеть теперь уже вроде как но не принято конечно но не будешь же так сказать парад на выходном платье на огороде ты возиться первых неудобно в платье точно неудобно штанишки правда изнашиваются их приходится периодически подкупать а платья нарядные 50 конечно меня мало смотрит вот поколение моего возраста я наверно тут самая такая древняя практически на ютубе нет вру вру девочки тут не канальчик попался один хорошая женщина там такая чудесная такие 70 и она такая молодец такая активная но я наверно не имею права значит говорить о чужих других каналах ну канал очень интересная она такая увлеченная она еще и работает и рукодельничает краеведением занимается вот я из рукоделия ты на ее канальчик ты и заглянула так что вот и подумала и она сказала что она youtube не бросит и меня знаете тоже вдохновил думать чашину и пусть у меня маленький канал ну что это же бросать не буду иногда вот так вот раз поговорю с кем-нибудь отвлеклась так вот нужно ли экономить так уж очень сильно я не знаю я тут посмотрел этих психологов и подумала а вот я на себе экономила в своей жизни ну вы знаете как то ну да я могла например что то там сначала детям ну как нормальная мать да потом себе хотя это в общем то я знала я всегда знал что это неправильно нужно сначала себе любимой подумать о детях у нас это как-то заложено так что в общем то нужно тоже вот как-то немножко больше о детях заботиться и вот я свою маму вспомнила думаю вот а мама как вы знаете заработки моих родителей были конечно небольшие но я вот вспомнил что мама то особо так не экономила она и одеться любила и куда-то съездить что-то посмотреть и нас по возможности тоже возила там на море еще куда-нибудь и это я знала что это не от больших денег так сказать и она никогда деньги не сундучил у нас как-то вообще такого не было вот у родителей чтобы копить на что-то деньги мебели особо такой хороший не было тоже не старались там например в чем-то себя урезать и купить какую-то мебель мне мама всегда говорил я умру эти деревяшки останутся потрачу на себя и вот сейчас я ее вспоминаю думаю мамочка мамочка конечно было молодец как ты правильно думала да она жила посредством звезд неба не хватало а я вот как-то мне кажется немножко поприжимостей чем мама и не знаю в кого это я такая как-то вот все время тоже мне думалось что-то надо вот то другое третье хотя говорят нельзя на себе экономить говорят если ты начинаешь экономить на себе то закрывается поток средств и средства к тебе не идут вот сейчас я пенсионерка 1 мужа уже нет откуда может быть поток денег если я не работаю у у меня вот один доход от пенсия есть дети которые но которым после смерти отца скажем так тоже тяжело они так сказать стоят на ноги самостоятельно сейчас вот так получилось все было на нем завязано ну и получается что вот дети если станут состоятельными они смогут мне так сказать помогать вот идите единственная статья так сказать дохода которые может то есть поток денег который может откуда-то там мне еще вот на это будем и надеяться да дай бог им здоровья работа хороших доходов это я почему я тоже вспомнила один случай сейчас вам расскажу ну тогда средства у меня были и вот я пошла однажды в магазин тряпичный и значит там курточка она до сих пор у меня есть а так мне нравится атака чуть дорогущая была дорогущая и там значит женщина какая-то меряет вещи а я впечатление но я же говорю я дам такая прижимистая вот я внешне не это как сказать никогда не выглядела респектабельной и состоятельной женщины так скажем и задача у меня был мне совершенно не нужно было я значит эту курточку то меряю она чуть страшно дорогая такая до этого продавщица обслуживала другой примерно такого же возраста как я женщину постарше тогда малинчик постарше было и вот она защитит одну тряпичку мерить вторую тряпичку меряет потом еще какую-то и значит ой говорит сколько она там стоит ой даже не знаю есть у меня там на карточке деньги или нет сейчас посмотрю сын должен был сбросить я вот это вот слово услышала думаю елки-палки как здорово да что вот значит сын так хорошо зарабатывает что маме помогает и она даже не знает там сколько у нее денег на карточке вот она пришла в магазин значит и может себе там что-то купить а я тем временем значит мере эту куртку дорогущую она так краем главное меня посматривает а я размеров то так немаленьких и на меня очень сложно что-то купить а тут куртка но вот прямо на меня скажем так и и естественно я значит ее а продавец смотрит и говорит женщина эта куртка дорогая я говорю хорошо но она мне подходит вот значит пожалуйста какой-то заверните я беру эту куртку и и у той тетки челюсть отвисла и и продавщица в каком-то таком замешательстве начну она наверное на меня не подумал что я могу купить такую куртку дорогую и вы знаете вот сколько лет я ее носил действительно говорят нельзя по дешевые вещи потому что купишь дорогую вещи ну хорошую я немножко неправильно сказал что в общем-то эти хорошие вещи они дешево не стоит да то есть хорошие вещи деньги в нее вложил и ночью с удовольствием наверное да девочки не надо на себе экономить но сейчас-то жизнь молодежи что я хочу подвести итоги на совсем другая сейчас вот одежда я смотрю она более такая удобоваримая давить вот джинсах и в первый мир в добрые люди можно ходить купил пару джинсиков и там вверх меняешь пока дады не дадут и проносишь и все и вот сейчас костюмчик еще такие вот какие-то молодежные смотрю молодежь прям хорошие такие я тоже такой костюмчик лезла ну ладно что-то я лишнего наговорила в общем что я вам хочу сказать девчонки молоденькие и женщины у которых еще так сказать жизнь продевается кто находится еще так сказать гуще жизненных событий любите себя одевайте себя берегите себя потом у вас может быть даже уже будет такая возможность поможете не будет а может уже и и не захочется вам красиво одеваться да все может быть поэтому не экономьте покупайте себе хорошие вещи покупайте себе вкусную еду тоже вспомнила одну женщину вот она тоже так говорю девчонки не покупайте дешевые конфеты они такие там всякая гадость них такая вот вы лучше купите дорогую шоколадку и ешьте ее целую неделю по долечке но зато дорогая и зато вкусно и полезная так что что я вам желаю желаю хороших впечатлений от покупок то есть чтоб купили вы что-то и радовались этому чтобы потраченные деньги приносили вам радость тогда это все будет в пользу вот купил и никогда не жалеете что вы потратили деньги и говорят что тогда взамен этих потраченных придут еще откуда бы они ко мне пришли интересно вот где-то наверное не работает наверное эти жизненные законы они работают до определенного возраста ну ладно наговорил я вам тут наверное даже маленечко лишним так что заходите на мой канал вот представляете вот одна шторка которую я шила руками ты работаешь а голова то свободная надумала там не знаю чудо ну поделиться в общем то мысли то неплохие я так думаю ко мне пришли пока пока с вами была я горожанка в селе заходите на мой канал и еще о чем-нибудь поговорим и и и и и